Давай, давай, давай! По данным военкоров, армия РФ уже бросила основные силы на Любимовку – важный узел в снабжении подразделений Украины. После уничтожения мостов ВСУ так и не смогли помешать армии РФ навести переправы через реку Сейм. Аналитики полагают, что снабжение идёт через понтон недалеко от Глушкова. Даже под постоянными обстрелами россиянам удалось перебросить технику, которая теперь идёт в контратаку. Когда разрушили настоящие действующие мосты, мы наводили свои понтонные переправы. Российское наступление, продолжающееся в Курской области третий день во время встречи в Киеве с президентом Литвы, прокомментировал Владимир Зеленский. Россияне начали контрнаступательные действия. Всё идёт по нашему украинскому плану. Российские военные подтверждают, что наступление на ВСУ им даётся непросто. Сообщают о потерях. Крепко достаётся и украинским военным. Сообщают о точных артиллерийских ударах по их позициям. Вот такая фигня прилетела к нам в блиндаж. Не выдержала акация, пробила всё. Я не знаю, что это за снайпер. Но фиг его знает. Сарай цел, почти всё цело. А именно чётко в блиндаж. Ожесточённые бои продолжаются также на Донбассе. После остановленного прорыва на Покровск российские войска уничтожили Мирноградский путепровод, обвалившийся на железную дорогу. О полной транспортной блокаде речь пока не идёт, но город остался без воды из-за перебитого водопровода. Там по-прежнему остаётся более 10 тысяч жителей. Блин, попал на работу. Сместив акцент ударов, армия РФ теперь активнее всего прорывается к Курахово. На этом направлении в городке Украинск украинские волонтёры напоролись во время эвакуации мирного населения на российского солдата. Сюда идёт русский. Русский? Да. Тихо-тихо-тихо, он здесь. Вот он, он идёт к нам. Говорю, с Покровска волонтёры эвакуации. Вывозим людей. Вот они в подвале. Вот гражданские мы вывозим. Людей быстро грузим, съём. Да, поехали. Поехали. Быстрее поехали. Считаю, что у нас сегодня второй день рождения, а может и не второй. Российским военнослужащим, отпустившим гражданских украинцев, российские провоенные каналы написали по-разному. Одни похвалили, другие заклеймили. При этом на Селидовском направлении, в посёлке Желанное, другой российский солдат заснял на видео разбитые и брошенные позиции украинских военных. В одном из блиндажей он заинтересовался детскими рисунками. Украинские блиндажи. Прямое попадание было, видать. Тут ребята спали. Слава Украине. Украина бьётся. Молитовник. Всё как у нас. От украинской военной разведки поступило сообщение о боевых действиях над Чёрным морем. По данным ГУР, бойцам на десантной лодке удалось сбить из переносного ракетного комплекса российский истребитель Су-30. Один такой самолёт оценивают примерно в 50 миллионов долларов. Практически одновременно Минобороны России сообщило о передаче войскам партии новых бортов Су-35 и Су-57. Количество не разглашают. Алексей Стыценко для программы Вот так.